Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 февраля и сегодня как раз тот самый день, когда я буду сеять томаты для теплицы. Если раньше я говорила, что вот эти вот это для получения раннего урожая, то сегодня буду сеять для теплицы. Но сегодня я хочу поговорить именно о тех томатах, которые некоторые вместе со мной посеяли очень рано. Это те, которые, какая-то часть будет у вас в теплице отведена для получения супер-супер раннего урожая, которые требуют особого ухода. И сейчас я поговорю о них более подробно, потому что кто-то рискнул посеять первый раз и не уверен, что же с ними дальше делать. Вот эти томаты я посеяла, ну не важно, 25 или 26 января. Видите, здесь несколько сортов, вот прям по одному рядочку. И хотя некоторые, как вот у нас такое поверхностное мышление, некоторые увидев вот эти вот высокие томаты, они сразу, о томаты у вас вытянулись. Если бы они вытянулись, они вытянулись бы все. Вы видите разницу, специально поставила одни вот такие, другие вот такие. Это различные характеристики сорта. Сейчас обо всем по порядку буду говорить. И чтобы вам было понятнее, я специально сделала, как всегда, схему и схематически все вам расскажу. И потом поближе еще поднесу этот листок. Вот смотрите, как получить вот сверх ранний урожай томатов. Конечно, многие скажут, нужно посеять пораньше, это будет правильно. Еще кто-то скажет, нужно высадить пораньше, но это тоже будет правильно. Конечно, большинство людей уверены, что нужно вырастить в теплице, тогда будет ранний. И это тоже правильно. И мало кто скажет, что для этого нужно сделать несколько пересадок, пикировок, перевалку. И потом, как, больший объем грунта. Вот это уже знают не все, особенно начинающие не знают. И мы сейчас начнем все по порядку. Вот первый пункт, у меня нарисован лоток, вот этот вот, и написано, самое первое условие это ранний посев. Конечно, чтобы получить ранний урожай, нужно посеять раньше. Все знают, что от даты посева зависит и дата, когда мы начнем получать первые плоды. Потому что у всех томатов есть определенный срок вегетации, срок ожидания, срок созревания. Он везде по-разному написан, но это одно и то же. То есть от всходов до получения первой помидорки. Я всегда сею в конце января или начале февраля. То есть, если сегодня, 7 февраля, я посею. И создам благоприятные условия, отдельные. И высажу в теплицу, то это тоже будет ранний урожай. Но сверх ранний урожай у меня сидит уже вот этот. И особые условия буду создавать я именно этим томатом. И вот уже многие посеяли. Значит, напомню, что первый раз мы посеяли на расстоянии я сеяла 5 см друг от друга. 2 см от семечки к семечке. И 8 см у меня лоток. Я не буду повторять, но когда я сеяла, я говорила, что ранние посевы лучше не загущать. Потому что они должны проветриваться. Потому что нельзя, чтобы они были густо. Они будут вытягиваться. И если вот эти у меня высокие, это не значит, что они вытянулись. Рядом стоящие, смотрите, какие низкие. Это просто такой сорт. А это совсем другой сорт. Второе. Второй пункт у меня. Пикировка. Пикировка первая идет у нас в фазе одного или двух настоящих листьев. Я пикирую в другой лоток, но только пореже. Если у нас было расстояние между семечками 2 см, теперь я уже буду в один рядок располагать. Но это в зависимости от ширины лотка. Через 5, через 6, через 7 см. В зависимости от того, сколько их будет у вас. Обязательно и в первом, и во втором лотке у нас должна быть подсветка. Ранние посевы без подсветки не очень хорошая получается рассада. И вот, вот эти томаты примерно через 3 недели после всходов мы будем пикировать разреженно. Это опять же может быть или лоток другой, или сразу стаканчики. Я буду рассказывать, как делаю я, но скажу, как делать возможно. Я делаю в другой лоток, который немножко повыше. Если этот 8 см, буду пикировать в глубокий лоток 8 см. Просто на редком расстоянии. И так они еще у меня будут примерно 2-3 недели еще в одном лотке. Вы, наверное, видели прошлогодние, позапрошлогодние фотографии. Они у меня вырастают вот до такого состояния. Там 3-4 листика может быть. Я потом все это покажу. И после этого, третий пункт, у меня идет вторая пикировка. Только вот после того, как они здесь окрепнут, будут здоровыми, я их начинаю рассаживать по стаканам. Рассаживать по стаканам могу, смотрите. Кто-то рассаживает вот по такому стакану сначала. А потом этот стакан уже переваливают в этот, в больший грунт. Вот видите, он будет вот такой, будет побольше. Если у вас малое количество, и у вас позволяет место, можно рассадить сразу вот в такие большие стаканы пол-литровые. Можно их рассадить сразу вот с этого, с первого лотка сюда. Можно рассадить со второго лотка сюда. Но у меня они проходят этап еще маленького стаканчика. Это не обязательно, но все-таки это желательно. Почему? Потому что у меня их много. Если я сразу в большую тару буду рассаживать, они займут у меня все подоконники. Я высаживаю сразу в маленький. И еще специалисты советуют пройти этап маленького стаканчика, только потому что в нем, вот, молодым сеянцам, например, вы будете пикировать, вот когда один-два настоящих листа, в нем лучше, потому что тут у него корешок маленький, и вот такой большой объем грунта им сразу не освоить. А когда мы поливаем, мы смачиваем весь этот земляной комок, растенец маленькая, и влаги столько им не надо, и получается застой влаги, плохой доступ к кислороду. Ну, вообще, специалисты рекомендуют через маленький стакан пройти, через маленький объем, но можно сразу в большой. Так, все, один раз я распикировала в лоток, второй раз я распикировала вот сюда, потом эти я буду пикировать или вот сюда, или в двухлитровую тару. Я сейчас показать ее не могу, потому что, я в прошлом году показывала, я раскладываю или в двухлитровые черные, вот, пакет из пакетов полиэтиленовые, или самокрутки вот такие большие двухлитровые, или двухлитровые баклажки вот такие, ну, из-под этих пивные. Но так как их мало, их столько не найдешь в пивных баклажах, то лучше все-таки, конечно, или покупать маленькие, ой, эти магазинные мягкие пакеты, или крутить самим. И вот после того, как я пересажу в двухлитровую тару, они у меня будут там расти до традиционных сроков, когда я высаживаю в теплицу. В прошлом году высаживала в апреле, в конце апреля. Но, тут есть опять но, и вот дополнительный пункт у меня. Если в случае, если затяжная вот такая, ну, не приходит весна, долго холодно, то я еще раз перекладываю, то есть переваливаю это же растение, оно в это время будет уже вот такое большое, в пятилитровую тару. То есть я обрезаю вот это вот, вставляю туда, засыпаю землей. Для чего все эти мучения? Конечно, только для того, чтобы у нас с тем, ну, как, не только старело и взрослело вот это растение, вверх, чтобы разрастался, у нас, чтобы мы этот, весят, все это время мы должны наращивать корневую систему. Самое главное для получения раннего, супер раннего урожая, чтобы корневая система не отставала, вот, короче, вершки и корешки, чтобы они у нас развивались равномерно. Не было такого, что вот у вас столько листьев наверху, а корень вот в этом маленьком стаканчике, вот так весь сжат. Иногда бывает же, видели, наверное, такие случаи, что вытаскиваешь, там одни корни, совершенно нет грунта. Когда грунта мало, питания мало, часть корневой системы начинает отмирать. Это естественный процесс, не хватает, ну, не нужно столько корневой системы, потому что нет совершенно питания. И потом, когда мы высадим ее в грунт, вот эту помидорку, даже если уже питания будет много, и земли будет много, а корневой системы половина нет, она уже все, откинула ее как ненужный элемент. Зачем столько корневой системы, вот если, например, в таком стаканчике? Обычно у меня, когда лишняя рассада остается, которая мне не нужна, она долго стоит вот в таких стаканчиках, но я кому-нибудь отдаю потом или что. И мы когда вытаскиваем, там вообще одни корни, земли нет. Вот такого допускать нельзя. Каждому возрасту нужен свой объем грунта. В прошлом году самые ранние, супер ранние урожаи я получила только с тех томатов, которые выращивала в 5-литровых баклушках. Но их я изначально сразу планировала в 5-литровых баклушках выращивать. И я потом отдельное видео сниму, потому что очень-очень много вопросов. Я в том году показала мельком, когда у меня весной и летом спрашивали, как ваши впечатления, что мне просто некогда было печатать ответы. И вообще я их высадила и все забыла про это. Баклушки там валяются до сих пор. Но это самый хороший результат был за прошлый год. Это вот госпожа Удача, потом Сибирский изобильный, Королевский. Вот те, которые были в больших баклушках, они дали первый урожай. Несмотря на то, что остальные тоже были посеяны в один день с ними, они дали урожай позже, на неделю, на 10 дней или даже на 2 недели. Потому что закованные вот остальные были вот в таких стаканчиках. Закованные вот в этих стаканчиках, если поздно, ну долго холодно, мы не можем высадить. Они все-таки немного дают потом отставание. И если нам нужен большой урожай хороший, я сейчас покажу вам все этапы. Это я делаю для того, что вот сейчас кто-то уже посеял, кто-то посеял и смотрит на них. Вот сейчас мы распикируем, и они дальше не знают, вот как именно для получения раннего урожая, чем условия, чем уход отличается. То есть, если выделить все вот эти основные, которые, это значит посеять рано, обязательно подсвечивать, если Сибирский регион, ну где холодный регион. Выбрать нужный сорт, я вот выбираю преимущественно вот такие, видите, низкорослые. Вот это вот это исключение. Потом пикировать 2 или 3 раза, переваливать больше, дать нужный объем грунта, если растение уже взрослое, ему обязательно нужен больше объем грунта. Высадить пораньше, и, конечно, лучший результат у нас дают томаты, выращенные таким образом в теплицах. Сейчас я подойду и покажу вам. Так, ой, видно. Вот, первое, сеем рано, второе, пикируем или в больший лоток, первая пикировка, или просто по стаканчикам. Потом у меня третье. Вот когда я пикирую в лоток пореже, потом третье у меня пикирую уже по стаканам, еще раз. Или по маленьким, а потом по большим, или сразу по большим. Потом уже еще раз обязательно переваливаю. Вот в такую большую, написано, перевалка. С максимальным заглублением, то есть я увеличиваю количество вот этих корней, семидолик. Вот видите, семидольки. Я их отщипываю и потом заглублю прям вот так. И на протяжении всей вот этой у них будет корни, будет огромная корневая система. И она даст хороший старт потом в теплице. Потом, вот пишу, в случае похолодания еще раз в пятилитровую тару. Вот видите, пять литров. И все, потом с пятилитровой тары высаживаем в теплицу. Спрашивают, когда высаживаю. Это зависит все от погоды. Я высаживаю и в конце апреля, и в начале мая. Но дело в том, что если она у вас сидит в пятилитровой таре, в большом объеме, ей не важно, она может и еще две недели лишних постоять. Она не угнетена, она будет, помидорка продолжать расти, будет наращивать вот эти вот. Даже иногда, если зацветет и завяжутся иногда помидорки, с помидоркой можно тоже высадить. Но это вот, я говорю, что это такое маленькое количество, которое для суперраннего урожая. Поэтому мы с ними пестуем, и как детей, вот такие вот способы, лишнюю работу, лишний вот этот уход, только для того, чтобы получить ранний урожай. У нас, особенно в сибирском регионе, это очень важно. При обычном, традиционном выращивании, когда мы высаживаем только 10 июня, представьте, когда мы первые помидоры можем покушать. Вообще, все, до свидания.